Сегодня в выпуске. Было тяжело, конечно, справиться на подборе, на каких-то пикинроллах. И я думаю, что большие сделали хорошую работу. И поэтому у нас все получилось. Сборная России берет верх над Венгрией в драматичном поединке отборочного турнира «Евробаскета-2019». И в этом немалая заслуга игроков УГМК. Мусина красавица. Вадеева бьется, как тигр. Супер. Свой особый вклад в победу россиянок внесли уральские болельщики. Все подробности через несколько секунд. Здравствуйте, уважаемые любители женского баскетбола. В эфире очередной выпуск нашей программы. В Екатеринбурге, на арене Дворца игровых видов спорта, в рамках отборочного турнира «Евробаскета-2019», сборная России принимала национальную команду Венгрии. За несколько дней до этого матча наши девчонки взяли верх в гостях над Литвой 79-77 и тем самым завоевали путевку в финальную стадию чемпионата Европы. И вот теперь вопрос, смогут ли россиянки показать стопроцентный результат, одержав шесть побед в шести матчах. И так поехали. Стартовая пятерка сборной России. И все игроки УГМК. По сути, они и определили боевой лейтмотив в первой половине встречи 29-19 и наши впереди. Очень хорошо, когда играют в одной команде игроки. Всегда есть такое взаимопонимание хорошее на площадке. Поэтому я рад, что у нас есть девочки, которые представляют Екатеринбург. Их много здесь. Но, как известно, баскетбол – командная игра. Поэтому партнерши лисиц по сборной тоже были великолепны. Но в третьей четверти у команды России что-то пошло не так. Венгерки стали бросать, как говорится, с походом. И в какой-то момент просто обогнали нашу главную дружину. В Венгрии такая команда, они просто так не будут отдавать победу. И она показала, что они готовы бороться до последней секунды. Поэтому получилось так все напряженно. Концовка этого, образно выражаясь, сумасшедшего матча не давала покоя ни болельщикам, ни баскетболисткам вместе с тренерскими штабами взятыми. Хорошо, что есть такие игроки, как Раиса Мусина, как Маша Вадеева, которые взяли в свои руки в какой-то момент. Просто начали играть агрессивно один в один. И помогли нам устоять. Помогли нам выйти в концовки уже вперед. Мы довольны результатом, довольны победой. Но впереди очень большая работа. Россиянки и по факту, и по сути на жилах вырвали эту победу у Венгрии с результатом 56-53. Очень рад победе и первому месту в группе. Это хороший результат нашей работы, которую мы ведем больше года. Но качеством игры я недоволен. Мы могли выиграть с гораздо большей разницей. Нам есть к чему стремиться. Самым результативным игроком встречи стала Раиса Мусина. У нее 20 баллов. Двузначные показатели набрали Мария Вадеева 12 очков и Наталья Виеру 10. А вообще, баскетболистки УГМК заработали для сборной 46 очков, 26 подборов, 9 передач, 8 перехватов и 2 блокшота. Вот так. Мы до конца отыграли в защите. Конечно, игра была очень тяжелая. Было тяжело, конечно, справиться на подборе, на каких-то пикинроллах. И я думаю, что большие сделали хорошую работу. И поэтому у нас все получилось. Свой особый вклад в победу сборной России над Венгрией внесли и благодарные болельщики. Мусина, красавица, Вадеева бьется как тигр. Супер. У УГМК, это же УГМК, они звезды везде. Очень сильные игроки. Много из УГМК играют. Я хожу на УГМК, я болею за УГМК. Ну, в принципе, мне игра понравилась. Итак, окно для сборных в клубном календаре закрыто. Поэтому в ближайшее воскресенье, 25 ноября, в рамках Премьер-лиги, команда УГМК, занимающая на данный момент первое место в турнирной таблице, будет принимать у себя дома столичную МБА. А через три дня в среду, 28 числа, в качестве лидера группы А соревнований Евролиги, девушки Мигеля Мэндеса поспорят за победу с УСК Прага. Что ж, будем продолжать болеть за оранжевых. В очередном туре Суперлиги УГМК-юниор принимала на своей домашней арене «Динамо Фарм» из Курска. В первом матче подопечные Дениса Севастьянова сразу обозначили свои претензии на успех. Гости эпизодически сопротивлялись, но в конечном итоге не смогли повлиять на победный для УГМК-юниор счет. 74-66. С самого начала мы повели, они где-то сокращали, к середине сокращали, но в итоге мы в конце все-таки добились такого преимущества, достаточного, и довели до победы игру. К сожалению, во втором поединке наша фармкоманда уступила 51-69. Но, как известно, без поражений не почувствуешь вкус к победам. По крайней мере, есть к чему стремиться. Мы работаем над защитой, работаем над бросками точностью, а также над выигрыванием работаем. Насколько плодотворным был баскетбольный труд, узнаем совсем скоро. 23 и 24 ноября УГМК-юниор снова проведет домашние встречи в соперниках МБА-2 из города Москвы. Весьма удачно, одержав первые победы в первенстве России, стартовали воспитанницы детско-юношеской спортивной школы УГМК-юниор. На площадках ударно отметились девушки 2002, 2004, 2005 и 2006 годов рождения. А команда УГМК-юниор 2003 начнет свой путь с межрегиональных соревнований первенства России, которые пройдут в Сыктывкаре с 26 по 30 ноября. Набирает свои обороты и кубок УГМК среди школьников и школьниц. Соревнования проходят уже пятый сезон подряд. В турнире участвуют более ста команд из Екатеринбурга и Свердловской области. Уже определились победители предварительного этапа в Орджоникизовском и Чкаловском районах Уральской столицы. В понедельник 26 ноября в борьбу вступают в школу Верх и Сецкого района. Финальные матчи Кубка УГМК по традиции пройдут весной будущего года на главной арене Дворца игровых видов спорта. Редактор субтитров А.Семкин